С 1 января 2021 года получать посылки от родственников и друзей из Великобритании станет дороже. Если стоимость так называемого подарка будет превышать 45 евро, за него придется заплатить налоги. Если стоимость подарка присланного из Великобритании не превышает этой суммы, то налог взиматься не будет. В свою очередь, за более ценные посылки получатель должен будет заплатить таможенный налог, налог на добавленную стоимость, а за акцизные товары – еще и акцизный налог. Рига Сылтам сообщила о том, что в наступившем отопительном сезоне платить за тепло рижанам придется значительно больше. Рижские теплосети подняли свой тариф на 11%, то есть стоимость 1 мВтч для рижан составит 44 евро 10 евроцентов. В то время, когда в Дагуэплсе самоуправление нашло возможность снизить стоимость тепловой энергии для горожан. И на сегодняшний день в нашем городе установлен самый низкий тариф на теплоэнергию в Латгалии, а с декабря он станет самым низким в стране и составит 41 евро 63 евроцента за мВтч. Это на 14% ниже, чем в начале прошлого отопительного сезона. Это стало возможным благодаря заключенному между теплосетями компании Фортом Дагуэплс договора о предоставлении последней бескидки в размере более чем 30% на покупку тепловой энергии, а также своевременному обращению Дагуэплс и Лтумтекли к регулятору общественных услуг с просьбой пересмотреть изменения тарифа на услугу. Мэр Дагуэплса Игорь Прилатов отметил, что новый тариф в размере 41 евро 63 евроцентов мВтч будет действовать до конца этого года, что позволит горожанам платить за отопление значительно меньше. В связи со стремительным распространением COVID-19 с 1 ноября Дагуэплская социальная служба меняет порядок приема клиентов. Теперь очный прием проходит только по предварительной записи. Система живой очереди не будет работать, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится. Наши клиенты с пониманием отнеслись к тому, что мы работаем по предварительной записи и результат налицо. Ведь доказано, что распространение инфекции происходит там, где люди долгое время находятся в скученном таком количестве, в закрытых помещениях. Мы постарались этого максимально избежать. Обязательно нужно использовать маску и держать дистанцию в два метра. Социальная служба просит клиентов приходить на прием своевременно, за 5 минут до указанного времени, не создавая необоснованной очереди у входных дверей службы. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Все необходимые для подачи бумаги необходимо подготовить заранее. Помимо личного приема по записи, клиентам предоставляется возможность получить социальные услуги удаленно, отправив заявление по почте, оставив их в специально размещенных коробках для приема документов или подавая заявление в электронном виде на портале государственных услуг «Латвия.лв». Кроме того, в Центре обслуживания клиентов по улице Лачпыша, 39, при помощи сотрудников социальной службы и сейчас можно подготовить выписку из банковского счета. Мы по-прежнему помогаем нашим клиентам делать выписки с их счетов за последние 3 месяца, тем самым экономя большие деньги, потому что если, например, у человека два счета, скажем, в одном из банков, то он заплатит 40 евро за эти две выписки. Здесь, в зале на Лачпыша, 39, наши сотрудники помогают сделать такую выписку или предоставляют возможность клиентам сделать это самим. Записываться для этого не надо. Электронные заявления наши клиенты подают самостоятельно. Уже много лет на нашем сайте размещена инструкция пошаговая, как это сделать. Если нужна консультация, то, пожалуйста, звоните в социальную службу, вам помогут по телефону, проконсультируют. С вопросами и проблемами социального характера догоплечане могут смело обращаться к председателю комитета по социальным вопросам Думы Хелени Солдатенок. Номер телефона 294-777-90. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповской городской думы. За пятницу и минувшие выходные в Латвии было выявлено 589 новых случаев заболевания COVID-19. 8 человек скончались. За прошедшие сутки проведено 2258 тестов на COVID-19, 132 показали положительный результат. Об этом сообщает Центр по контролю профилактики заболеваний. Всего в Латвии с марта коронавирусом заболели 6268 человек, выздоровели только 1406. По данным Национальной службы здравоохранения, в воскресенье в больницы поступили 28 человек. Всего в стационарах находится 237 больных COVID-19. 15 из них в тяжелом состоянии. В настоящее время в Даугуповской региональной больнице находится 22 пациента с подтвержденным коронавирусом. Самому младшему – 6 лет, самому старшему – 94 года. Средний возраст пациентов больных коронавирусом составляет 55-60 лет. У всех пациентов – состояние средней тяжести. В настоящее время Даугуповская региональная больница не планирует отказываться от оказания каких-либо других услуг. Они будут предоставляться до тех пор, пока для этого будут доступны человеческие ресурсы. Латгальская центральная библиотека предоставляет широкий спектр услуг как для любителей книг, так и для тех, кто ищет информацию по любым специфическим темам. Одним из направлений деятельности библиотеки является краеведение. Специалисты собирают данные о наиболее значимых объектах, учреждениях, людях и событиях Даугуповской региона. Одно из таких событий – Латгальский праздник песни, который состоялся в нашем городе в 2015 году. Всех участников этого праздника призывают поделиться своими воспоминаниями, которые будут собраны и увековечены в мультимедийном ресурсе «Поющая Латгалья». На сайте библиотеки вот уже 10 лет размещена информация о коллективах, персоналиях и событиях, ставших частью Латгальского праздника песни в 1940, 1990 и 2005 году. В этом году цифровую книгу воспоминаний планируют пополнить историями участников Латгальского праздника песни 2015 года. Сбор и обработку информации можно разделить на несколько этапов. На первом этапе работают сами библиотекари, собирая научную и малоизвестную общество информацию. Но для нас также важно, чтобы мы смогли сохранить и воспоминания участников – режиссёров, хоровых дирижёров, певцов. То есть воспоминания людей, которые участвовали и создавали для нас этот праздник. Чтобы наиболее широко отразить эту важную для культурно-исторического региона Латгальи традицию, всех участников Латгальского праздника песни 2015 года, которые представляли коллективы из разных регионов Латгалии, просят просмотреть свои личные архивы, выбрать самые важные фотографии или видео, сделанные за кулисами праздника, и поделиться воспоминаниями, рассказав свою историю об этом знаменательном событии. Это можно сделать до 22 ноября, отправив материалы на электронную почту или связавшись с сотрудниками библиотеки по телефону. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, но не знаете, как это лучше сделать, смело обращайтесь к нам. Можно отправить электронное письмо или позвонить, и тогда мы вместе разработаем алгоритм, более удобный как для вас, так и для нас, чтобы прийти к результату. Когда вы подтвердите, что всё в порядке, и вам нравится то, что получилось, с вашего согласия рассказ будет опубликован на публично доступном медиаресурсе. При этом неважно, на каком языке будет ваш рассказ, на латышском, русском, латгальском или любом другом. Нам важна каждая история. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповской городской думы.